итак доброе утро доброе утро дорогие друзья всем доброе утро из иерусалима и мы продолжаем изучать притчи царя соломона тору и продолжаем изучать божественную мудрость божественную мудрость которую бог передал через пророков и конкретно сейчас мы конечно секундочку все мы конкретно изучаем сейчас двадцать девятую главу притчи всем привет доброе утро и здравствуйте из харькова здрасте здрасте минахи мэндал всем боги ртов шалом все и так значит мы дошли до двадцать девятой главы до двадцать девятой главы и вчера мы говорили очень такая важная была идея важна была идея что правитель который слушает слова лжи все его все его слуги злодеи понятно да это очень интересно что и здесь у нас было два как бы было первое понимание что правитель который например возьмем правитель какой-нибудь царь к примеру да и он слушает его советники его обманывают потом все его действия все его решения когда он реализовывает свои какие-то приказы они будут идти козлу теперь а если перевести это метафору на человека то если человек живет пол живым каким-то пол живым каким-то установкам и он слушает больше свои инстинкты чем голос например разума или пророков тогда все его слуги кто его слуги это его руки ноги и то чем он действует они становятся тоже тем злодеями понятно понятно сейчас тринадцатый отрывок следующего сегодня тринадцатый отрывок говорит нам царь соломон следующую идею говорит он так раш в иштехахим невгышу мэйр эйнейшнеем ашем значит раш это бедный бедный в иштехахим и что хахим это обманщик бедный и обманщик встретились мэйр дает свет мир это как бы просвещает дает свет глазам обоих бог очень интересная идея смотрите значит давайте разберемся что такое обманщик до первое что такое обман вот люди говорят с детского сада вот так вот слушаешь иногда в песочнице дети да это не честно да ты не правду говоришь да ты не это не честно это неправда кричать дети чтобы что такое правда неправда смотрите есть есть такое понятие как факты факты что является фактом фактом является что-то неоспоримое объективная реальность это факт логично логично значит факт это то что все сто процентов людей с этим согласны невозможно оспорить например что что вот стоять стоит там десять человек один говорит вот это море смотрите вот это море мы смотрим на море видите море 10 человек говорят да видим море это море это факт чего тут спорить теперь один говорит она красиво 2 говорит нет она не красивая это уже что раз здесь написано rush вы и что хотим не вгышу rush бедный значит один говорит красивая другой некрасивая это не факт уже это уже не факт это уже искажение это уже оценочное осуждение это субъективная реальность для него она действительно красиво а для второго некрасивая теперь если мы посмотрим на общение любых людей да то есть вот просто я вам что-то рассказываю или там маша зубкова написала любая высказанная идея любая высказанная идея это уже субъективное искажение реальности любая идея да то есть все что один человек рассказывает другому это его субъективное описание реальности которая обязательно уже изменено теперь обман это или не обман нет человек говорит правду красивое море мне оно нравится а вот я видел вчера море вчера море было еще красивее когда он говорит про вчера это вообще уже просто идет описание того что уже не существует сегодня получается люди обмениваются искаженными искаженными идеями описаниями интерпретациями реальности логично логично теперь а кто такой обманщик да обманщик это тот который так искажает реальность чтобы принести вред другим людям а вот смотрите например я сейчас скажу завтра будет очень плохо я обманул не обманул никто не знает как будет завтра завтра еще нас не наступила то есть до завтрашнего дня пока выяснится плохо или неплохо до завтрашнего дня то что чек то что человек говорит о завтра о будущем это не обман это это пустое это называется другим словом в иврите есть такое слово пустое потому что ты не знаешь как будет завтра что ты нам рассказываешь это не обман чтобы ты не сказал про завтрашний день это не будет обманом это сегодня сейчас это не реальность это не факт это просто пустое потому что завтра может все измениться и будет но неизвестно будет ли она вообще это завтра для для того кто сейчас о нем говорит понятно теперь кто такой бедный бедный это раш это тот у которого нет ничего нет это бедный называется вот тот у которого ничего нету это бедный а тот у которого что то есть он уже не бедный тут уже когда у человека уже что то есть дальше уже все тоже субъективно один Один человек говорит, у меня есть 100 рублей, вообще отлично. Другой говорит, у меня есть 100 миллионов долларов, мне не хватает. То есть дальше идет все субъективно. Раш это тот, у которого ничего нет. И когда встречаются, говорит нам царь Соломон, бедные с обманщиком, Бог освещает глаза двоим. Значит, есть такой медраж, такое предание, что когда Ной в ковчег собирал все, что он спасал во время потопа, то туда пришла в этот ковчег, обман пришел. И Бог говорит, что я по одному не пускаю. И обман взял с собой бедность, они все время ходят рядом. Почему? Почему бедность и обман ходят рядом? Потому что когда человеку не хватает, когда человеку не хватает, реально, ему не хватает, то он готов, он готов, то есть то, что ему не хватает, оно его провоцирует на то, чтобы он искажал реальность. И возможно он в какой-то момент сможет обмануть. Царь Соломон в Экклезиасте, там есть очень такая молитва его, как он молился Богу. И он Богу говорил такую вещь, это была его молитва. То есть пустое и лживое, отдали от меня. Он очень просил у Бога, чтобы научиться и в себе, и в окружающих людях определять, где там факты, а где пустое. И он говорит, пожалуйста, отдали от меня пустых людей, пустые разговоры, вот эти вот пустые там какие-то мысли, да, человек большую часть времени находится в каких-то, витает в облаках, это хочу, это не хочу, будет так, не будет так. То есть человек все время витает в каких-то историях, да, своими мыслями. Царь Соломон говорил, пустое и лживое, отдали от меня. Бедность и богатство не давай мне. То есть он просил у Бога, чтобы Бог его избавил от испытания бедностью. Когда человек бедный, ему не хватает, то это побуждает его, и может его побудить, и украсть, и обмануть, и делать разные вещи. Теперь и богатство, он говорит, богатство тоже не давай мне. А почему богатство не давай мне? Это очень интересная вещь, что если вы погуглите, вот просто в гугле наберете запрос, например, дети миллиардеров, вы увидите, что только за последнее время десятки самоубийств, десятки самоубийств, детей миллиардеров. Если вы наберете просто, даже вот недавно была совсем, миллиардер Олег Тиньков, да, который, дай бог ему здоровья, чтобы он выздоровел, или, но он пишет, а зачем все это было? Вот я всю жизнь работал, 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 зарабатывал. Меня все ненавидят, мне завидуют, друзья на меня обижаются, их уже нет никого. То есть, зачем это все было, что я работал день и ночь, там, по 20 часов в сутки, и что я имею? Значит, это то, что просил царь Саамон, бедность и богатство не давай мне, потому что сильное богатство, оно начинает человеком управлять. И многие думают, вау, классно там, да, на вот этой вот яхте я буду плавать. Но тот, кто плавает на этой яхте, он только и занимается тем, чтобы у него не украли, чтобы на него, с ним же все судятся. Еще погуглите, есть интересная вещь, что происходит с теми, кто выиграл большие деньги в лотерею, да, то есть, они просто, на них с неба свалилось, там, 50 миллионов, 100 миллионов долларов. Что с ними происходит? Суды, суды, суды. Сразу же, я про одного читал, он выиграл. На него в суд подали все, от родственников до девочек, с которыми он спал, все хотят у него забрать. Представляете? Значит, царь Соломон нам говорил в Экклезиасте, пустое, лживое, отдали от меня. Раш веошир, бедность и богатство, альти тенли. А что он просил у Бога? И трефени лехем хути. Накорми меня законным хлебом. Чтобы я зарабатывал. Есть в Туре еще одно такое выражение, что миашир, кто богатый, кто такой богатый, а самех бехелко, тот, кто рад своему уделу. И, как сказано, когда ты будешь кушать плоды рук своих, то, что ты руками своими заработал, счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире, когда ты зарабатываешь своими руками, своим трудом, и хорошо тебе в мире грядущем. То есть, когда тебе хватает то, что у тебя есть, то есть, у тебя нету недостатка, да, то есть, ты не создаешь себе, вот у меня это есть, но мне мало, хочу больше. Когда ты доволен тому, что у тебя есть, и ты это честно зарабатываешь, это идеальный способ жизни. А в 13-м отрывке нам царь Самон сказал, «Раш, выишь, ты каким не в гашу?» Когда бедный и обманщик, они постоянно встречаются. Почему? Если он бедный, то ему, бедность вынуждает его обманывать. Если он обманщик, то рано или поздно он станет бедным. То есть, это иллюзия, что обманом можно создать себе богатство. Сто процентная иллюзия. Любые люди, преступным путем нажившие деньги, всю жизнь боятся, убегают, и рано или поздно их догоняют. Или их догоняют те, кто их шантажирует, которые им говорят, «Слышишь, ты украл, ты деньги-то забрал нечестно, а ну-ка поделись». Или же находят те, у которых они украли. Но те, кто обманом получают на какое-то время деньги, сказал нам царь Самон, пророк, «Бедный и человек обмана, они обязательно встретятся». То есть, если ты бедный, ты обманишь. Если ты обманщик, ты будешь бедным. И Мэйр, Эйнейшнеем Ашем, освещает глаза обоих бог, и в какой-то момент они поймут, что это так, за что это им пришло, и почему это им пришло. Все им будет в какой-то момент понятно. Но, может быть, это тот момент, который им будет понятно. Но, значит, они точно увидят и поймут. Тот человек, который думает, что многие обманщики-богачи, то есть такая ситуация, когда человек украл... Вот, например, люди ограбили банк. Вот они выбегают из банка с сумками, с деньгами. Они богаты, да, на какое-то время они схватили эти сумки, и они с этими сумками выбегают. И они выбегают на улицу, кричат, у нас есть 10 миллионов долларов, мы их украли. И тут же, бах, их расстреляли. Пять минут они были богатыми. Другой украл более технично, да. Более технично украл, спрятал и так далее. Но через какое-то время все равно их находят. И, может быть, сразу нашли. Может быть, через 10 лет нашли. Может быть, через 20 лет нашли. Но в любом случае есть духовные законы. И они такие же, такие же, как сказать, такие же настоящие, как законы физические. Если по физике там есть закон сохранения энергии, законы всемирного тяготения, точно так же есть законы духовные. И то, что легко, то, что легко приходит, оно легко уходит. То, что обманом приходит, оно обязательно уходит. Да, политики, многие из них воры и живут, а потом их садят в тюрьму. Ну, посмотрите же, почитайте, что политиков периодически садят в тюрьму. Всех политиков периодически садят в тюрьму. Находят и садят. Украл, арестовали. А тех, которых не арестовали, они умирают. А те, которые не умирают быстро, у них проблемы с детьми. То есть, все в этом мире, за все надо платить. И обман, человек, который себе рассказывает историю, вот это очень опасно. Очень опасно. Человек, который говорит, да не, все будет нормально. Два миллиона сидят в тюрьмах в России. Два миллиона, которые думали, что все будет нормально. Два миллиона. Просто пройдитесь вот так, погуглите, сколько людей сидит в тюрьмах? Два миллиона. И каждый думал, что все будет нормально. Не будет нормально. То есть, есть духовные законы. Политике, которые воруют, будет плохо им. Это факт. Это не может быть. Это конкретный духовный факт. Все. Теперь 14-й отрывок. 14-й отрывок, значит, он нам говорит царь Соломон следующее. 14-й отрывок 29-й главы. Мелых шофет бэймет долим. Тисоль ад икон. Значит, написано так, что царь, который судит по правосудию, истинно судит бедных и обездоленных, его трон будет стоять вечно. Значит, давайте посмотрим, как это работает. Значит, царь, который судит по истине обездоленных, его трон будет стоять вечно. Что мы видим? Мы видим, что цари, которые вошли в историю, то есть, мы видим, что все цари, которые вошли в историю, у них проблем нет. То есть, у них реальные проблемы. Они долго не могли удержаться у власти. Почему они не могли удержаться у власти? То есть, почему цари, казалось бы, значит, цари, почему они не могут удержаться у власти? Потому что они нечестно судят. Они нечестно судят. То есть, мы когда говорим, что вот был крутой царь там, Романов, он был крутой царь, а честно он судил. Нечестно он судил. То есть, было в России, например, я еврей. Евреи ничего плохого не делают. У евреев обязательно нужно молиться за благоденствие царства, в котором ты живешь. Это обязательно. Евреи в любой стране, где живут евреи, они должны по закону Торы поддерживать государство, если государство делает справедливый суд. Евреи лояльные граждане. В Америке евреи лояльные граждане во Франции. Евреи лояльные граждане в Англии. Евреи везде, где они живут, лояльные к правительству граждане. Теперь, значит, царь в России что делал с евреями? Черта оседлости? Нет, он говорит. Вы, значит, ко мне лояльны, но я вас не считаю гражданами. Вы вообще не граждане. Вы люди второго сорта. Вы не можете жить в городах. Вы не можете заниматься профессиями. Вы живете на полурабском положении. Это был русский царь до революции. Он так относился не только к евреям. Если вы посмотрите, то были огромные восстания, крестьянские восстания. А вы знаете, что в России крепостное право только законом, уже выхода не было. Просто не было выхода. Отменили в 1861 году узаконенное рабство, когда в рабстве был русский народ в России. Не другие народы. А русские были в рабстве в своей же стране, в России. И в 1861 году отменили рабство по закону, а крепостное право. А по факту оно существовало практически до 1990 года. Понятная идея? То есть, и когда говорят, что царя потом стинули, ах, какая несправедливость. Вот написано. Написано в 3000 лет назад. Пророк царь Соломон сказал, царь, который судит по справедливости бедных, его трон будет стоять в овете. Но мы не видим ни одного царя, не видим мы ни одного царя, который бы судил бедных по правде. То есть, большинство царей, они блатуют, никаких они по правде не судят. Понятно, да? То есть, цари вели себя вот практически во всех царствах, вели себя очень некрасиво по отношению к другим людям. Они часто злоупотребляли своей властью. Поэтому в каждой стране царей скидывали, рано или поздно царей скидывали. Вот то, что мы поняли из 14-го отрывка 29-й главы притчи царя Соломона. Все, сегодня подводим итог к сегодняшнему уроку. Что мы сегодня узнали? Мы узнали, что бедность и обман, они ходят всегда рядом. Тот, кто бедный, бедность побуждает его обманывать, кривить душой и так далее. Если он обманщик, то он будет бедным. И дальше, значит, второе, то, что мы узнали, что даже царь, который находится на вершине пирамиды власти, если он судит обманом, то его власть, она не будет прочная. Его рано или поздно обязательно стянут. Пусть все цари это знают. И нам, как бы, так как каждый человек, он царь, можно сказать, в своей жизни и в своей голове, мы должны задуматься о том, первое, по каким, поистине мы живем или нет. И каждый тогда поймет, каждый поймет, что мы все живем в субъективной реальности. И слышим вокруг субъективную реальность, которую нам пихают СМИ. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов, хорошего, хорошего дня, прекрасного дня, наполненного духовным ростом, развитием, мудростью и заработком, честным заработком своих рук. Вот когда ты заработал, и ты вечером сидишь и думаешь, вот я честно заработал, заплатил все налоги, и такой кайф. Все. Всем удачи, успехов, пока. Субтитры сделал DimaTorzok